Казанский федеральный университет Казанский федеральный университет Добрый день! Мы на финишной прямой Очень скоро начнутся вступительные испытания Мы к ним готовимся Мы знаем, что вы тоже очень волнуетесь И тоже к ним усиленно готовитесь Поэтому мы пришли сюда рассказать Какой порядок подготовки Порядок сдачи этих вступительных испытаний Чтобы вы меньше переживали И больше готовились Степан Викторович, Венера Анатольевич Добавить к одному слову Или сразу к вопросам пойдем? Мы открыты к вопросам Да, поехали Первый вопрос Можно ли поступить к вам без среднего художественного образования? К нам поступить можно Без среднего художественного образования Среднее художественное образование Это имеется в виду художественная школа В принципе, можно Конечно, лучше бы, чтобы она была Но у нас довольно-таки большое количество направлений На сегодняшний день И если абитуриент считает, что он обладает Какими-то навыками художественными в целом То умеет рисовать Либо, не знаю, он увлекается модой, например Либо, если он увлекается больше строительством домов Либо, если он увлекается рекламой, например То есть выбрать можно Куда поступать И не всегда нужно базовое какое-то художественное образование Но при этом рисунок ему издавать все равно придется На экзамене у нас рисунок Это линейно-конструктивный Объемно-пространственный рисунок То есть его ему все равно придется сделать И набрать как можно большее количество баллов Если он хочет поступить на бюджет И поэтому я бы порекомендовала тем ребятам Кто считает, что все-таки он недостаточно подготовлен На сегодняшний день Пройти курсы Сейчас экспресс-курсы Подготовительные курсы По рисунку при нашем институте Идут месяц И также мы планируем еще один интенсив В течение недели Он уже состоится еще ближе К самим вступительным испытаниям Поэтому попробовать свои силы можно И нужно Вообще наш институт Он для смелых, для талантливых Поэтому я думаю, что работоспособность Перекрывает некие такие уже пробелы В компетенциях имеющихся Перейдем тогда к следующему вопросу Как раз-таки относительно экспресс-курсов Сколько они примерно стоят? Вот сейчас идет программа 17,5 тысяч их стоимость Ребят будут обучать месяц И это достаточно интенсивный формат Та программа, которая будет в течение недели проходить Здесь цена еще определится немного позднее Но можно уже посмотреть на сайте Контактные номера Можно в лист ожиданий записаться Количество мест будет ограничено Потому что сейчас группа уже полностью На месяц заполнена А на неделю уже набирается Вот этот вот лист желающих Хорошо Поговорим про новое направление у вас Знаем то, что открывается Среднее профессиональное образование На базе 9 классов Что там будет Что будут преподавать В общем, поподробнее об этом нововведении у вас в институте Сегодня ребята хотели бы пораньше погрузиться в профессию И как раз вот это наше СПО СПО по дизайну Оно для тех ребят, кто хотел бы 10-11 класс уже учиться у нас И начинать уже с 10-11 класса Осваивать вот эти профессиональные компетенции дизайнера Сегодня очень актуальным является и графический дизайн И моушн дизайн, безусловно, основы ребята будут изучать Работу с пространством, дизайн интерьера Это тоже те базовые навыки, которые ребята изучат Они учатся 3 года и 10 месяцев Но еще важно, что это все-таки среднее профессиональное образование Это уже задает то, что это ребята зодчие Что у них есть компетенции, которые связаны с умением работать руками Создавать красоту, создавать творческие продукты Своими собственными руками Здесь и лепнина у них, и работа с деревом, работа с металлом Все это очень важно и ценно сегодня Мы видим, насколько дорогие работы у нас сегодня идут в нашей отрасли Именно где зодчие делают Зодчие художники, оформители Продолжим по этой теме После окончания обучения по программе среднего профессионального образования По специальности дизайн Можно ли поступить уже в институт на бюджет? И на какой курс? Конечно, на бюджет Ребята поступят на коммерцию Поступят ли вообще, будет зависеть, конечно, от самих ребят Но шансы довольно велики Потому что после окончания СПО У нас ребята сдают внутренний экзамен У них нет необходимости уже сдавать ЕГЭ И они меньше волнуются перед сдачей вот этого нашего внутреннего экзамена по рисунку Потому что ребята обучаются уже столько времени Все преподаватели для них знакомы Им как раз и преподаватели нашего университета преподают в СПО Поэтому я думаю, что шансы очень большие Причем, возможно, это очень комфортный путь еще и для тех, кто хотел бы в университете потом идти по ускоренной программе Скорее всего, опять-таки, зависит Почему говорю, скорее всего, потому что зависит от способностей каждого Можно будет программу сократить на год или даже на два уже обучения в университете Потому что ребята очень хорошую базу получат в нашем СПО-дизайне На программе обучаясь СПО-дизайну Продолжим по вопросам Сколько бюджетных мест на очном коммуникационном дизайне? 33 бюджетных места у нас на коммуникативном дизайне Как думаете, какой конкурс будет? Огромный спрос очень велик Но эта программа того стоит Это наша самая любимая программа Да, туда самый большой конкурс Туда идут стобальники Но эта программа такая концентрированная Там универсальные бойцы Очень много графического дизайна Очень много диджитал компонентов UX, UI дизайн, моушн дизайн Огромное количество самых актуальных компьютерных графических программ Поэтому у ребят выходят такие универсальные бойцы Которые с пространства могут работать И в онлайн-среде прекрасно себя чувствуют И там тоже способны зарабатывать деньги Есть ли у студентов возможность подрабатывать? Из какого курса можно подрабатывать по специальности? Вообще даже для первого курса мы предлагали Это не очень, конечно, безусловно Это не очень квалифицированный труд Но мы предлагали серию оформительских работ Потому что у нас очень хорошо как раз Творческие предметы, развитые ребята Подрабатывали на первом курсе у нас Оформлением помещений, пространств, коридоров Я думаю, что это все-таки уже творится Они сами разрабатывали этот дизайн-макет И сами воплощали его в жизнь Получая за это оплату Но второй курс, конечно, компетенций уже больше Но в то же время недостаточно, чтобы получать достойную оплату труда Первый курс оформления это было от 10 тысяч От 10, 15, 20, 30 тысяч 30 тысяч это было максимум За достаточно большой объем работы А третий, четвертый курс здесь, конечно, очень приветствуется Что ребята уже занимаются реальными проектами У нас, как у института, у наших преподавателей Они же практикующие дизайнеры, архитекторы, инженеры Очень много своих объектов, которыми они руководят и занимаются И мы очень приветствуем, когда ребята приходят к команду к ним Помогают им, получают и навыки И формируют свое собственное портфолио профессионально Треть, четвертый курс ребята уже должны пробовать себя в реальной практике По-другому у них не получится, обучаясь у нас Где можно ознакомиться с программой обучения? У нас все размещено на сайте Полный комплект документов Сайт КФУ, раздел институт дизайна и пространственных искусств Пара вопросов еще осталось Проходят ли ваши студенты летнюю практику? Я так понимаю, с предыдущим вопросом мы это можем как раз связать Потому что пора им уже на третьем-четвертом курсе идти в поле работать Да, Степан Викторович, расскажите, как вы видите практику на большинстве программ? Ну, практику мы планируем, что наши ребята будут проходить в проектных мастерских Желательно, чтобы это были не наши местные даже мастерские Но и в том числе и наши казанские, татарстанские То есть мы максимально за эти два года нарабатывали Такой пул друзей нашего института Другие институты России, за рубежа, Узбекистан Сейчас у нас уже такая тоже программа с узбекским университетом работает Пока вот мы туда выезжаем Мы в будущем планируем и студентов с собой брать Да, на мирные практики памятников архитектуры Узбекистана Да, он богатый Вот это вот что, буквально свежие, новые мы вам говорим С Калининградом мы планируем, с Питером, с Москвой С Северным Кавказом, с университетами С рядом у нас тоже партнерские отношения уже завязаны Ну и с проектными бюро В этом году у нас летняя школа летом И к нам приезжают из университета Египта и из университета Турции Это тоже наши партнеры-студенты Но мы договорились таким образом В этом году их студенты приезжают к нам Ну а на будущий год они уже ждут наших студентов у них И вообще в течение года мы делаем ряд выездов Москва это очень комфортно Ребята в рамках конкурсной своей деятельности туда ездят Ездили в экспедицию на Северный Кавказ Студенты их очень это мотивирует И мы очень поощряем такие поездки На Камчатку даже ездили На Камчатку Естественно это не все ребята ездят Здесь у нас есть конкурсный отбор И университет оплачивает такие поездки Но нужно быть лучшим И демонстрировать это именно своими оценками, результатами, успехами, мотивационными письмами У нас очень большой конкурс Ну и часть ребят мы конечно оставим Планируем закрепить за нашими лабораториями То есть у нас также есть уже на сегодняшний день Хоздоговора Различные Скажем так Предложения и заказы От городских структур Государственных структур Которые также интересны И для нас очень важны Мы проектировали В прошлый год мы очень много проектировали объекты как раз молодежной политики Молодежные центры Центр досуг, доп. образования И ребятам было это тоже интересно И смотреть как их наставники участвуют в реализации этих проектов И самим принимать участие Потому что молодежная среда и им это близко Думал по ходу прямого эфира Где вопросы от зрителей Вот только-только сейчас начали поступать Как раз таки у меня здесь вопросы заканчиваются Задаю его и уже переходим к тому, что нам пишут зрители Какие общие предметы не по специальности изучают студенты в вашем институте? Не по специальности? Да Имеется в виду общие предметы Ну, общие, которые во всех Философия есть Иностранный язык Да, этот блок, который присутствует вообще в программе История История всех студентов Казанского федерального университета И я думаю, что других вузов наверняка тоже Они идут такой базовой опцией Кроме этого, очень сложная, но очень полезная для них та же анатомия Потому что ребята, особенно кто моушн-дизайном занимается Анимирует, визуализирует Им важно считывать эмоции людей Им важно понимать, как Одна мышца влияет на другую Как одна эмоция передается с помощью движений тела Это трудно, сложно И с преподавателями сложно Объяснить им, что нужно нашим студентам И, конечно, студентам дается тоже не всегда просто Это вот тоже пример той дисциплины, которая непрофильная Но ее нужно немножко пострадать, когда изучаешь эту дисциплину Но она принесет эффект Очень трудно, уже профильное, конечно, это Очень трудно ребятам дается черчение Но без этого тоже никуда Без графические программы Это все-таки инструмент только реализации своих идей И важно руками изучать очень многие законы проектирования базовые Кстати, сейчас вышел, насколько я знаю, закон о том, чтобы черчение снова вернуть в школу Наш коллектив полностью поддерживает это решение И очень рад этому решению Да, потому что есть проблема Хорошо, вопросы закончились Теперь поехали по тем, что задают нам прямо сейчас зрители Добрый день, сколько платных мест на коммуникативном дизайне? Минимум мы набираем это от одного человека Но на самом деле 20 человек, 20-30 мест Точно мы определим под платников на это направление Следующий вопрос А есть ли в направлении моушн стипендии? И почему только очно-заочная форма? Очень многие ребята предпочитают Очень многие ребята уже работают Кому нравится это направление и кто хочет Поэтому по большому количеству пожеланий мы вели именно вот такое вечернее обучение Очно-заочный формат, чтобы ребята успевали и работать, и вечером обучаться Но это очень влияет на стоимость Потому что количество часов поменьше, чем на очном обучении И цена очень гуманная, очень приемлемая Затраты на свое обучение ребята очень быстро окупают Но коммуникативный дизайн, безусловно, гораздо сильнее Ребята, да, они учатся 4 года Но в то же время они, большое количество часов выделены на специальные дисциплины Ребята глубже погружаются в свой предмет И я думаю, что в долгосрочной перспективе, в рамках профессии Все-таки коммуникативный, если есть возможность поступить на коммуникативный дизайн Нужно идти пробовать себя там И это как раз самая ликвидная, наверное, в жизни человека будет программа И ты ее всегда окупишь Продолжаем Расскажите, пожалуйста, на каких условиях поступают инвалиды? Это категория, скажем, особая Поэтому здесь очень сложно так сразу сказать Потому что, во-первых, даже у инвалидов есть свои подкатегории Первая, вторая группа детей, инвалиды с детства и так далее Поэтому это все в рамках правил приема Казанского федерального университета То есть при представлении всех необходимых документов Их рассматривают и, соответственно, выносятся решения Да, это законы Российской Федерации Мы действуем в рамках них У нас есть ребята, у кого, кто обучается студента Кто поступил, у них есть инвалидность Иногда это не видно вооруженным глазом И ребята, наоборот, говорят, пожалуйста, не афишируйте Мы такие же, как все Пожалуйста, не афишируйте в группах Где-то, конечно, это чуть больше заметно И требуется помощь в каких-то вопросах Ее оказывают специалисты, сотрудники Поэтому проблем нет Мы очень рады будем, если вы талантливы Очень хотите у нас учиться Едем дальше На средне-специальное образование Сколько планируется мест? Мы планируем набрать одну группу Это 24 человека И если будет группа меньше Мы будем набирать в группу уже от 12 человек Будет даже еще лучше Будет такое персональное обучение А это первый год нашей программы Мы, конечно, хотели сделать максимум интересной Эту программу насыщенной И уделить внимание каждому Вот от 12 до 24 у нас будет первая группа А какие условия поступления на среднее образование? Сколько платных и бесплатных мест? Такой вопрос еще есть На СПО у нас все места платные Нерма Радовна, расскажите? Да, у нас тоже в этом году Это первый прием На средне-профессиональное образование У нас действительно пока в этом году Прием на платные места Стоимость достаточно такая Средняя, скажем, да Это около 117 тысяч Поэтому ждем ребят Планируются ли курсы подготовительные Для школьников 8-9 классов Для поступления на СПО? Они уже есть, идут Ребятам можно уже присоединяться В действующей группе При поступлении ребята будут сдавать экзамен Но композиция, которая будет для них выставлена Она будет немного проще Они будут даже в одном помещении находиться С теми ребятами, кто студенты Кто после 11 класса к нам приходит И те ребята после 9 Вообще у нас такой принцип Что ребята погружаются уже в университетскую среду Те, кто на СПО, будут приходить Но сама композиция, она будет немного более упрощенная У нас будет меньшее количество Ну не будем говорить, какие предметы Ну нет, мы говорим, в принципе Что да, но у нас и в программе Вступительного испытания прописано То есть у нас 3 будет предмета Это 2 геометрические фигуры И 1 бытовой предмет Будет попроще, чем на высшее образование поступать А в группы по подготовке На подготовительные курсы Можно уже приходить сейчас Преподаватель также уточнит Куда будет поступать абитуриент И выставит особую композицию Будет обучать Потому что все обучение, оно проходит Это же творческие дисциплины Оно очень персонально Разговаривает с каждым Смотрит особенности каждого Дают корректировки по каждому проекту Поэтому будет индивидуальный подход Несмотря на то, что в помещении Они будут заниматься в одном Продолжаем по вопросам Они все еще идут и идут Можно ли сдать вступительные испытания По математике, если сдавали базу Примечание ребенок-инвалид У нас профиль прописан, по-моему Да, но здесь вот опять Если это такая особая льготная категория И их допускают к сдаче Вступительных испытаний внутренних То это нужно в рамках уже Начало приемной кампании С 20 июня стартует Будут работать специалисты С этой особой категорией И вопрос уже решать чисто индивидуально Потому что это единичные случаи Все документы нужно Либо выслать на почту Официальную Либо, если есть такая возможность Подойти с этими документами И проконсультироваться как раз Персонально по ним В приемной комиссии есть отдельные люди Которые занимаются Да, у них именно такая специализация Потому что это очень важно Там много особенностей Собственных нормативных актов И нельзя пускать общей массы Важно отнестись персонально Продолжаем Изменились ли минимальные баллы Для поступления в этом году? Минимальные баллы Они... Если это вот про минимальные, скажем, баллы Которые, ну вот... Пороговые Пороговые, да Они примерно практически те же Что и в прошлом году Там 40, 39 Ну, в зависимости от предмета Если это не речь О проходном балле А минимальные они установлены Они были давно уже В общем-то Она вот смотрю на Калина Решина И понимаю, что у нее в глазах Не думайте Вот 40, 39 Вот мне вот, пожалуйста, 100, 99 баллов Вот такие Я честно про это Про проходной балл Поэтому, да, и сказали Про проходной балл, конечно, намного выше Да Ну, у нас, как правило Очень старательные Очень талантливые ребята Ну, бывает так Что действительно Ну, не везет в ЕГЭ Человек очень волнует Тем более у нас творческие ребята Они чувствуют по-особому мир Они сопереживают Бывает что-то Ну, просто бывает невезение Но самое главное Это достойно сдать рисунок Если ты рисунок сдаешь достойно То Прочие предметы Они имеют значение При поступлении Но Для обучения Потом уже Не так важны будут Главное поступить И набрать По баллам ЕГЭ Как раз вот этот минимум О котором сказала Венера Маратовна А на рисунке, конечно Лучше постараться Продолжаем Сколько платных мест На дизайне интерьера? Ну, дизайн интерьера Если это имеется в виду Вот прям дизайн интерьера И заочная форма обучения То у нас там тоже Есть бюджетные места Поэтому в первую очередь Ждем, конечно, на бюджетные места Их там очень много Но тоже, наверное, вот на Там 30 бюджетных мест Это очень много Для заочной формы обучения Поэтому, наверное, в этих рамках В пределах количества бюджетных мест Наверное, будет добор Еще плюс платников Мы планируем набрать Вот две группы коммуникативного дизайна Две группы как раз дизайна интерьера Больше третью группу в поток Мы набирать не хотели бы Потому что может пострадать Качество обучения А для нас это очень важно Поэтому Мы вынуждены будем ребятам отказывать Где увидеть список документов Для подачи в приемную комиссию на СПО И куда их сдавать? Ну, все ребята Они в любом случае Да, проходят регистрацию Регистрация может пройти на двух платформах Они взаимо не заменяют Это либо через госуслуги Подача идет документов в ВУЗы Либо через наш официальный сайт КФУ Весь перечень документов У них высветится сразу Как только они начнут регистрироваться Это обычный пакет Это документ об образовании Это документ удостоверяющий личность Ну и, как правило, там еще есть Вот эти СНИЛС Пенсионные удостоверения Номер этот И ННН Это вот основной пакет Который Я еще раз говорю Они увидят сразу Как только начнут проходить регистрацию Потому что они должны будут крепить Сканы вот этих вот своих документов Регистрироваться уже можно Просто добавлять соответствующие документы По мере их поступления Например, аттестаты Можно будет попозже закрепить Но уже ознакомиться Посмотреть правила Задать вопросы По СПО у нас есть отдельный куратор Лея Санна Дрисовна Ее контакты можно посмотреть На сайте тоже нашем И у нас есть группа в Телеграм Она очень быстро Мы отвечаем там на вопросы Всегда ее сама я тоже просматриваю И Лея Санна Дрисовна Может, если человек волнуется Она может, ну, прям сопровождать По шагу именно вот этот вот этап Регистрации Ну, технических, организационных вопросов Продолжаем После окончания СПО Что нужно будет сдавать Для поступления на высшее образование Нужно будет сдать Наш внутренний экзамен Рисунок На коммуникативный дизайн И дизайн интерьера Экзамены же русский Общество знаний и рисунок Общество знаний История либо английский на выбор Да, один из трех Но общество знаний можно, да? Можно, да Такой вот перечень, который вы перечислили Он вполне допустим Сложно ли учиться на коммуникативном дизайне? Сложно Вообще у нас в институте учиться, мне кажется, что очень трудно И для ребят творчество – это образ жизни Поэтому они не просто поступают в ВУЗ И учатся на вот этих занятиях, которые у них идут по расписанию Это образ жизни Вы будете по-другому видеть мир Если вы попали туда, куда нужно Что для вас откликается То это уже из учебы и работы превращается в образ жизни Вы будете видеть прекрасное Просто прогуливаясь на природе в парке Общаясь с друзьями Либо что-то будет казаться вам ужасным С точки зрения композиции или колористики Поэтому такие нюансы тоже бывают Учиться вообще с трудом В КФУ, в принципе, очень мало свободного времени Как мы уже наблюдаем Очень много различных мероприятий Но наши студенты, они, конечно, в этом плане Иногда и не всегда их посещают Успевают, потому что у нас действительно очень большая нагрузка С точки зрения домашнего задания То есть студенты в процессе учебы находятся всегда практически Так что скучать точно не придется Но тем, кому интересно, это не сложно Тем, кому как бы в целом есть проблемы с точки зрения рисунка Объемно-пространственного мышления Освоение компьютерных программ Конечно, это немножко тяжелее дается Но, как правило, они все равно ко второму, к третьему курсу Они уже догоняют Но кто-то не догоняет То есть у нас бывают и отчисления тоже по неуспеваемости Но в целом у нас, конечно, учиться интересно Мы очень стараемся, чтобы ребята сразу понимали, куда они идут Поэтому процент отчислений у нас очень невысокий Но просто потому, что мы стараемся рассказывать ребятам обо всем здесь До того, как они приняли решение поступать именно к нам И если можно, я бы хотела некоторые вещи важные как раз отметить Чтобы у нас было все честно Институту у нас только два года И мы развиваемся, мы развиваемся непрерывно Если интересные тренды профессиональные возникают Мы их внедряем либо в качестве факультатива Либо в рамках практики Поэтому учиться будет интересно, трудно Будет много нового Кроме того, мы развиваем и свои пространства У нас сегодня два здания Первое здание у нас, Левобулачный 34 Это усадьба Начало 19 века Там даже конец 18 века есть фрагменты И там у нас тоже идут непрерывно улучшения Чтобы среда была более комфортна Есть у нас здание на Тинчурин 31 это тоже центр города, Вахитовский район Недалеко там сквер Тинчурина Но здесь уже здание более современного периода постройки И тоже у нас каждый класс идет Вот сейчас идет непрерывное оформление аудитории Что-то делают сами ребята своими руками И к этому нужно быть готовы Что вы идете к нам, если вы готовы вместе с нами развиваться В то же время у нас есть неоспоримое преимущество Это наши преподаватели У нас очень хороший кадровый состав У нас практикующие архитекторы, дизайнеры, инженеры И это вот самая большая наша ценность Но они и требовательны в то же время Поэтому учиться действительно трудно Вот эти два аспекта я хотела бы сказать Чтобы ребята знали правду, как это есть на самом деле Без приукрас У нас завтра будет эфир с институтом филологии И межкультурной коммуникации Как думаете, они скажут, что трудно учиться? Потому что у нас уже тренд пошел Вот от ребят с Ивмита Будет или нет? Не знаю, мы ведь только за себя можем говорить Мы не выпускники этого института Так что нам сложно сказать Да Что ж, вопросов еще достаточно много Но есть одна группа вопросов Которая сейчас просто чат у нас заваривает Это вопрос относительно студентов Точнее абитурентов с инвалидностями То есть возникли вопросы Относительно того, есть ли какие-то преимущества При поступлении льгот и так далее Думаю, какой-нибудь общий ответ нужно сформировать сейчас Да Это, безусловно, особый порядок приема Но чтобы мы не дезинформировали А это очень важно Вот все слова, которые произносишь Это ведь ответственность Поэтому мы просим вас сформировать документы И 20-го прямо числа Можно либо подойти к приемную комиссию Либо отправить по почте Позвонить, например, нам на контактный номер Венера Марата сама проверила Что все документы рассмотрели Но отправить эти документы Компетентным людям Вот в этот специализированный отдел Где проходят особые категории граждан И вот что мы от себя, от института можем Это то, что Венера Марата проконтролирует Что документы точно будут рассмотрены Что они будут рассмотрены внимательно Но ответ именно Подходит ли вы под особую категорию Будет ли льгот Будет ли особый порядок К сожалению, вот так не видя документы Мы дать не можем То есть точечно всегда нужно прорабатывать Да, тем более это очень важный вопрос Мы понимаем Насколько важный вопрос поступления Что ж, на этом вопросы подошли к концу У нас, конечно, чат там еще продолжает работать Но время нашего эфира ограничено И, уважаемые зрители На некоторые вопросы уже были ответы Перемотайте эфир немножечко на начало И там вы все увидите Ну, а так продолжайте писать Мы же еще обязательно с вами увидимся Еще впереди целая приемная кампания Так что пообщаемся Сколько раз мы еще с вами увидимся? Хоть каждый Благодарю вас, что в наше время к нам прийти Большое спасибо Спасибо Это был Кафе Улайф для Института дизайна и пространственных искусств Увидимся с вами завтра в прямом эфире Не прощаемся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!